Те, кто регулярно поднимает тяжелые веса, вероятно, часто сталкиваются с техническими терминами, которые обозначают суть методов набора и увеличения мышц. Два термина, которые используются регулярно. Это царкоплазматическая и миофибриллярная гипертрофия. Знаете ли вы, что они означают и как связаны с тренировкой? В этом видео я проясню данный вопрос. Рост мышц различает два вида мышечного роста. Это царкоплазматический и миофибриллярный рост. Миофибрилы – это нитевидные структуры волокнах скелетных мышц, которые служат для мышечного сокращения. Гипертрофия – это увеличение органа или ткани в размерах, которое происходит в результате увеличения количества клеток. Мышечную гипертрофию также называют мышечным ростом. Миофибриллярная гипертрофия – такая гипертрофия возникает, если стимулировать мышцы поднятием весов. В результате в отдельных мышечных волокнах появляются повреждения и микротрещины. Организм человека воспринимает это как травмы и реагирует в соответствующем образе попытки исцелить поврежденные волокна. Он увеличивает объем и плотность поврежденных миофибрил. Этот вид гипертрофии приводит к физиологической адаптации, то есть к увеличению размера силы и мощности мышц. Мы можем стимулировать миофибриллярную гипертрофию с помощью наших тренировок. Саркоплазматическая гипертрофия – это жидкость, которая окружает пространство между миофибрилами в мышцах. Она содержит АТФ, гликоген, креатинфосфат и воду. Саркоплазматическая гипертрофия возникает при увеличении объема саркоплазматической жидкости в мышечных клетках. Этот вид гипертрофии увеличивает объем мышц, но при этом не влияет на размер и количество волокон. Это означает, что такая гипертрофия не приводит к повышению производительности. Гипертрофия и тренировки. Саркоплазматическая гипертрофия достигается в результате выполнения физических упражнений и подъема тяжестей. Спортсмены, выбравшие этот вид гипертрофии, должны работать с большим количеством повторений, развивая силу и мощь в определенных мезоциклах. Желательно обеспечивать более длительные периоды отдыха между подходами. В основном саркоплазматическая гипертрофия наблюдается у бодибилдеров, потому что они часто проводят определенные виды тренировок. Общее правило бодибилдеров это включать в свои тренировки более частые повторения с умеренным весом и короткими периодами отдыха. Цель накачаться, наполнив мышцы кровью. Миофибриллярная гипертрофия более эффективна в таких видах спорта, где все зависит от результата. Это тяжелая атлетика, боевые искусства, гимнастика. Более крупные мышечные волокна адаптируются к тренировке, чтобы иметь возможность создать большую силу. Это приводит к большей силе и скорости. Таким образом, миофибриллярная гипертрофия является наиболее функциональным способом роста мышц. На сегодня существует много теорий о том, как эти два способа наращивания мышц могут быть применены в спорте и силовых тренировках. Я бы посоветовал включать в тренировку оба способа, комбинируя их. Хорошо для начала применить правила 5 на 5, выполняя комплексные упражнения, которые прорабатывают большие группы мышц с тяжелым весом. Для достижения саркоплазматической гипертрофии я рекомендую завершить тренировку, следуя системе 3 по 15 со средним весом. Прирост мышечной массы может быть достигнут путем поддержания прогрессирующей перегрузки мышц, но только при использовании достаточных методов восстановления. Возраст и питание считаются основными факторами, влияющими на гипертрофию. Естественно, гипертрофия обычно прекращается в позднем подростковом возрасте с остановкой роста. Помните, что если вы бодибилдер, вам необходимо ежедневно потреблять около 2 граммов белка на килограмм веса. И в заключение. Все хотят стать обладателями больших мышц, но если на каждой тренировке просто качать мышцы, эффекта не будет. На самом деле нужно добиться долгосрочной адаптации, которая достигается с помощью миофибриллярной гипертрофии. В конечном итоге увеличится размер и количество мышечных волокон, что приведет к увеличению силы и размера мышц. Убедитесь, что ваша тренировочная программа включает в себя множество схем, повторений, для каждой из которых выбрана правильная нагрузка. Это позволит вам добиться определенной адаптации, как для гипертрофии, так и для увеличения силы. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok